Я приветствую наших зрителей. Весь утро Карачаева-Черкесия продолжает вещание. Новую партию груза и автомобиль для бойцов, которые сражаются в зоне специальной военной операции, отправила Карачаева-Черкесское региональное отделение КПРФ. Это не первая помощь, которую оказывает участникам СВО. И, как отметили организаторы сбора, все подобрано по конкретным просьбам. От автомобилей, включая все, что им помогает выживать в это трудное время и обеспечивает им безопасность. Уже не первый раз здесь, от здания нашей коммунистической партии, мы отправляем гуманитарные грузы с разными инициативными группами. Мы, в принципе, работаем со всеми, кто к нам приходит. Помогаем отчасти. Но я должен сказать, что основная помощь идет от жителей Карачаева-Черкесской республики, которые объединяются в группе и помогают, собирая груз, для того, чтобы это было доставлено непосредственно на линию боевого соприкосновения нашим жителям Карачаева-Черкесии, кто сейчас защищает честь нашей Родины в зоне СВО. Мне хочется сегодня поблагодарить и поздравить за одну группу помощь бойцам КЧР, за то, что они сделали новый шаг. Они впервые сегодня отправляют машину, буханку, непосредственно по просьбе наших же бойцов, которые находятся на передовой. По итогам 2023 года Домоты вошла в десятку крупнейших производителей мяса России, согласно ежегодному рейтингу издания «Агроинвестор». Компания поднялась на 10-е место с совокупным объемом производства индейки, утки и баранины – более 253 тысяч тонн в убойном весе. Драйвером роста в портфеле компании стала индейка. Домоты крупнейший в стране завод по переработке баранины и рассчитанный на производство до 25 тысяч тонн продукции в год. Проект включает в себя сервисную компанию для фермеров, племенные и откормочные площадки, селекционно-генетический центр. Такого результата удалось добиться благодаря системной и комплексной работе по развитию птицеводческих и животноводческих проектов. В планах компании на 2024 год продолжат их реализацию, обеспечив стабильную работу предприятий. Это информация для любителей музыки. 27 мая в 18 часов в Государственной филармонии состоится Патриарший международный фестиваль духовной музыки «Свет Христов». Вход по пригласительным билетам. Их можно получить в храмах Черкеска. Через несколько минут в эфир выйдет межрегиональный выпуск «Вести Северный Кавказ». Я с вами прощаюсь. Желаю всем удачных выходных. В заключении расскажу, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии в горах местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 7-12 метров в секунду. Днем порывы 15-20 метров в секунду. Днем в горах порывы 20-25 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. В горах местами плюс 2, плюс 7. Днем плюс 19, плюс 24. В горах местами плюс 10, плюс 15 градусов. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточной четверти 7-12 метров в секунду. Днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 22, плюс 24 градуса. Днем плюс 20 метров в секунду. ЕслиManCal